Это видео для всех, кто хочет раз и навсегда правильно поставить руки для игры на фортепиано. Улучшить свою технику и никогда не уставать в процессе занятий. А чё так можно было, что ли? Досмотри этот урок до конца, чтобы играть на фортепиано без ошибок и утомления. А в конце я дам тебе секретный лайфхак, чтобы перестать нажимать и цеплять не те клавиши в процессе игры. Это мне! Меня зовут Валерий Миловидов. Подпишись на мой канал, если интересуешься музыкой и хочешь быстро и эффективно освоить пианино. Правильная постановка рук невозможна без правильной посадки. Поэтому я рекомендую тебе посмотреть вот это видео на моём канале, чтобы для начала правильно сесть перед клавиатурой. Так что я рассчитываю, что ты сел правильно. И мы можем сосредоточиться именно на руках, а точнее на положении кисти относительно клавиатуры. Первая ошибка, которая встречается постоянно, это то, что твоя рука расположена недостаточно глубоко на клавиатуре. Вот так. Каждая клавиша создана для того, чтобы быть нажатой. Клавиатура специально придумана для того, чтобы люди играли музыку с помощью пальцев. Вот это поворот! Так что ничего не бойся и спокойно располагай свою руку на клавишах. Как это сделать? Опусти руки прямо вниз в максимально расслабленном состоянии. Ни в коем случае не выпрямляй её и не сжимай в кулак. Обрати внимание на естественную форму кисти. Как она выглядит, когда абсолютно расслаблена? Пальцы немного согнуты, большой палец противопоставлен остальным. И ровно в таком же состоянии она должна расположиться на клавиатуре. Давай попробуем вместе. Можешь даже бросить руку на клавиши легко и непринужденно. Вот так. Единственное, на что надо обратить внимание, это то, чтобы рука, а если быть точным предплечье, и кисть были параллельны полу. Ставь лайк, если получилось справиться с этим заданием. Вторая ошибка – это играть только по белым клавишам. На первых уроках фортепиано и в классической музыкальной школе, и в любой современной, тебе будут предлагать мелодии по белым клавишам. Слушай, а ловко ты это придумал. И даже в классической школе на них можно застрять на год-два. Хотя на практике в реальной жизни музыки, написанной только по белым клавишам, не так-то много. Конечно, старт с белых клавиш тоже оправдан. Так можно начать играть и запомнить, где какая клавиша, намного быстрее. Потому что, когда мы пользуемся только белыми клавишами, все намного нагляднее. Но еще Шопен сказал, что когда мы играем ту же гамму до мажор, положение руки максимально далеко от естественного. И вообще, это самое сложное с точки зрения техники гамма. Лучше даже гаммы начинать играть с Си мажора. Это идеальная гамма, так как положение руки максимально естественно. Большой палец и мизинец задействованы для нажатия белых клавиш, а длинные пальцы, указательный средний и безымянный, для черных. Черные клавиши расположены дальше от края клавиатуры, и логично для них использовать именно длинные пальцы. Это очень удобно. Положение руки в состоянии покоя – лучшее положение для игры на фортепиано. В гамме до мажор все клавиши на одном уровне, и это вынуждает кисть принимать неестественное положение. Например, представлять, что ты держишь яблоко. Таким образом, положение всех пальцев уравнивается на одну линию, но это все же неестественное положение, поэтому рука напрягается. На занятиях оффлайн и на нашем легендарном онлайн-курсе фортепиано 30 за 30 свободно и на слух навсегда, мы стараемся как можно раньше перейти к использованию всего потенциала клавиатуры. И уже на седьмом занятии ты сыграешь вот так. Переходи по ссылке под этим видео, и ты узнаешь, как за 10 шагов прийти к свободной игре на фортепиано на слух. Также там тебя ждет бесплатный урок по подбору на слух и тест, с помощью которого ты поймешь, сможешь ли ты играть свободно и на слух в целом. Шаг за шагом с поддержкой преподавателей ты научишься играть на фортепиано свободно и на слух. А самое главное – навсегда. Этот навык не потеряется, и научившись однажды, ты никогда не разучишься. А пока перейдем к третьей ошибке. Итак, запомни, любое ощущение напряжения – это признак того, что что-то пошло не так. Если чувствуешь напряжение, тут есть две причины. Ты или напряжен внутри, или просто неудобно сидишь. То есть расположение рук неестественно относительно инструмента. Чувствуешь напряжение? Значит, надо расслабиться и встряхнуться. Ты космос, детка! Или прекратить занятия на сегодня. Ладно. Следующая четвертая ошибка – отдельно ее выделю, так как уж очень часто ее допускают новички. Это держать руки вот так. Запястье ни в коем случае не должно придерживать фортепиано во время игры. Даже электронный инструмент довольно тяжелый. Он никуда от тебя не уйдет. Не пройдешь! Просто свободно кладем кисть на клавиатуру и начинаем играть. Тут, правда, иногда возникает пятая ошибка – играть рукой, а не пальцами. Например, вот так. Движение при игре всегда начинается с пальца. Чтобы правильно выполнить это в домашних условиях, направь весь свой фокус внимания на кончик пальца. Обрати внимание, как моя кисть следует за пальцами, а не палец за кистью. Подушечки пальцев сверхчувствительны, и если ты расслаблен, то обязательно включатся все нужные мышцы. Но не более того. Для фортепиано крайне важно играть именно пальцами, а не всей рукой сразу. Это даст тебе возможность быть более выразительным и, конечно же, меньше уставать и осваивать более сложные произведения. Если ты играешь всей рукой вот так, то твои возможности ограничены. Ошибки будут встречаться в игре постоянно, а звук будет резким и однообразным. Так что если я соберу руки и буду играть кончиками пальцев, скорее всего мы добьемся выразительного и объемного звучания. С самыми популярными ошибками мы разобрались. И я готов рассказать тебе секретный метод для занятий на фортепиано, чтобы играть без ошибок. Вот такие комментарии мне часто пишут под видео. Для начала пойми, что каждая ошибка и промах при игре на фортепиано возникает из-за внутренней несобранности, суеты и спешки. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Если достаточно замедлиться и сосредоточиться, то ты сможешь сыграть все, что угодно. Потому что если рассмотреть игру на фортепиано под микроскопом, окажется, что сначала нужно просто нажимать нужные клавиши в нужном порядке. И потом доводить эти нажатия до нужного темпа. Тут важно нажимать на нужные клавиши, запомнить материал, а затем уделить достаточно внимания тренировкам. Часто новички нажимают не то, потому что забывают или не успевают охватить глазами все клавиши в процессе повышения сложности произведения. Поэтому я рекомендую тебе играть с закрытыми глазами. Ты можешь просто закрыть глаза, завязать их с помощью платка или маски для сна. Я буду использовать маску для сна. Когда ты уже более-менее запомнил произведение, попробуй играть его с закрытыми глазами. Когда ты играешь с закрытыми глазами, ты буквально создаешь нейронные связи между телом и слухом. И начинаешь ориентироваться на клавиатуре не визуально, а с помощью ушей и тактильных ощущений. Так ты будешь допускать намного меньше ошибок и быстрее заиграешь на слух. Просто в один день ты проснешься и поймешь, что просто слышишь то, что звучит, и можешь это сыграть. Не забудь скачать уроки по ссылке в описании под этим видео, чтобы убедиться в этом лично. Если тебе понравилось это видео, не забудь подписаться, поставить лайк и написать в комментариях, какой совет был полезен тебе больше всего. И про что нам снять следующий урок. Пока! Пока!